Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум аккаунт в подарок, смотрите в описании. Прошлогодний Galaxy S6 получился крайне удачным аппаратом. Флагман от Samsung наконец-то стал красивым и при этом сохранил за собой звание производительной рабочей лошадки с пристойной камерой. С вами Сергей Шихайлов и проект Ferrum.com. Сегодня мы будем смотреть на седьмую галактику, наследника прошлогоднего хитяры. Давайте же узнаем, чем компания занималась целый год и достойны ли нашего с вами внимания плоды их работы. Поехали! Внешность аппарата мало чем отличается от предшественника. И этот факт разделяет взгляды людей на порог и безгрешность. Перед нами, как и ранее, бутерброды, стекла и металла, что является в некоторой мере трендом. Отличия во внешности по сравнению с предшественником имеют место, но разжевывать в этом видео данный момент мы не станем. Полагаю, не мешало бы выпустить сравнение Galaxy S7 и S6 как отдельный материал. Хотите? Если да, пишите об этом в комментариях. В руке аппарат ощущается очень приятно. Есть чувство того, что ты держишь дорогую вещь. И это хорошо. Также неплохо у этого гаджета и с эргономикой. Одноручное использование не выходит за грань комфорта. Это вам не крупный S7 Edge с 5,5 дюймовым экраном. Обратная сторона медали премиального стеклянного задника аппарата. Его, мягко скажем, слабенькая ухватистость. Гаджет с неимоверным удовольствием будет скользить по любой гладкой неровной поверхности. К слову, олеофобное покрытие у S7 есть только на фронтальной панели. А это значит, что задник устройства будет пачкаться с завидной регулярностью. Кожный жир и грязь трук на нашем черном S7 видны крайне сильно. И при этом оттирается все это дело крайне нехотя. Как вариант решения данной проблемы, мы рекомендуем вам приобрести чехол, который помог бы сохранить опрятный внешний вид агрегата. В этом году корейцы выпустили их поистине огромный ассортимент. От симпатичных, но малофункциональных накладок до чехла со съемными линзами. К слову, отдельный обзор всего этого добра также будет на нашем канале. Ожидайте! Две крайне приятные особенности, которыми обладал Galaxy S5 на фоне основных конкурентов, и которые по необъяснимым причинам производитель отнял у S6 влагозащита и разъем под карту памяти. Прошел год, и корейцы одумались, все это добро в новинке есть. Никуда не делся и сканер отпечатка пальцев, встроенный в кнопку домой. Работает он быстро и стабильно, адекватных претензий к нему нет. Также из числа визитных карточек всех последних флагманов от Samsung отметим и датчик сердечного ритма, расположенный рядом с камерой устройства. Работает он неплохо, вопрос лишь один, а нужен ли он в принципе? Пишите свои мысли в комментариях. Завершающий момент по корпусу аппарата. Внутри него производитель спрятал катушку беспроводной зарядки. Имхо киллер фичей это не назовешь, но маленькой приятностью точно да. Переходим к экрану. В Galaxy S7 установлен Super AMOLED дисплей с диагональю в 5.1 дюйма и разрешением 1440 на 2560 точек. Гладкость картинки отменная, отдельные пиксели не разглядеть. Как и подобает настоящему AMOLED отображаемые цвета перенасыщены. Для многих эта особенность дисплея новой галактики козырь. Всем остальным компания предлагает воспользоваться встроенным корректором цвета. Углы обзора не вызывают даже малейших претензий. Картинка не искажается даже при самых серьезных отклонениях от глаз пользователя. Диапазон регулировки яркости отменный. Просмотреть информацию с этого экрана будет комфортно как днем, так и ночью. Камера один из главных козырей всех флагманских Galaxy. Здесь мы имеем 12-мегапиксельный сенсор, который создает очень неплохие кадры даже при условии не самого хорошего освещения. Причиной этому являются значения диафрагмы в f1.7 и увеличенные в размерах пиксели на матрице камеры, которые способны улавливать больше света, а значит быстро снимать фотки на более краткой выдержке. Видео пишется в Full HD и 4K. Качество обоих не вызывает даже малейших вопросов. Если вы искали себе камерафон, который позволит не таскать с собой повсеместно цифровики или мыльницу, Galaxy S7 очень вероятный претендент на покупку. Фронталка здесь не мусор. Апертура, как и в основной камере, f1.7. Качество получаемых фотографий высокое. Лайк однозначно. Также к числу козырей и фронтальной камеры стоит отнести ее достаточно широкий угол и поддержку записи видео вплоть до QHD. То бишь 2560 на 1440 точек. Одобряю. Нет, очень одобряю. Звук устройства в наушниках, если не отменный, то как минимум просто хороший. Меломаны, несомненно, обрадуются большому количеству воспроизводимых деталей. Запас громкости, к слову, тоже приличный. Мультимедийный динамик здесь хороший, но не более того. Заменить портативную акустику ни по частоте звука, ни по его громкости спикер 7S не сможет. Аппаратная платформа гаджета представлена восьмиядерным процессором Exynos 8890 с рабочей частотой в 2,3 ГГц. Видеоускоритель Mali-T880 MP12. Оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной памяти может быть 32 или 64 ГБ. Быстро действие девайса при отрисовке интерфейса или запуске несложных процессов кажется фантастикой. Все работает невероятно быстро. Главный вопрос, который, полагаю, интересует не одного меня, как здесь обстоят дела с игрушками вроде танков. Отвечаю. При максимальном наборе эффектов в замесах, где в кадре одновременно прибывает больше 4 игроков, показатель FPS может составлять около 25 единиц. Когда же происходит реальная мясорубка, где количество активно маневрирующих танков близко к 7-8, плавность картинки и вовсе никакая. Здесь мы видим примерно 10-15 кадров в секунду. Если вы желаете получить предельно гладкую картинку и удовольствие от игрового процесса, врубайте средние пресеты и не унывайте. 35 FPS вам обеспечены даже в самом печальном случае. Средний показатель составит 50-60 кадров в секунду. Любители синтетики, принимайте скриншоты с 7-й S в некоторых популярных бенчах. Кому надо, ставим паузу, а мы двигаемся дальше. Кормит все это железо несъемный аккумулятор на 3000 мАч, хватает его аппарату на день использования при средних нагрузках. Если залипать в игрушки, будьте уверены, что каждые 3 часа вы будете коннектиться к розетке. Закрывая вопрос железа, скажем, что работа беспроводных модулей устройства не вызывает даже малейших претензий. Адекватно и стабильно работает все, и Wi-Fi, и GPS, и Bluetooth. С передачей голоса в оба конца и удерживанием сотовой сети также все в порядке. Софтверно перед нами Android версии 6.0.1, поверх которой производитель накатил собственную оболочку, которая обладает фирменным набором обоев, виджетов и перерисованными значками. Действительно, нужного ПО здесь не так уже много. Лично я подметил для себя два приложения. Первое, S-Health, оно просто таки создано для тех, кто следит за своим здоровьем. Тут тебе и шагомер, и замерялка пульса, и еще целая гора всяких примочек для спортсменов. Второе, программа сбережения энергии, способная ощутимо продлить время жизни гаджета от одного заряда. Да, функционал при этом урезается, но, как говорится, за все нужно платить. Также отметим и еще одну софтверную фишку нового флагмана Always on Display. По факту перед нами то, до чего додумались ребята из Nokia еще при царе горохе. На погашенном экране нам могут показывать дату, время, календарь, плюс уведомления о пропущенных звонках и SMS. Ну и напоследок еще одна штукенция, о которой грех не сказать. Game Launcher. Этот элемент интерфейса группирует все ваши игры в одну папку и дополняет игровой процесс некоторыми плюшками. Например, блокировка кнопок назад и многозадачность, создание скриншота, или и вовсе скринкаст с попутной записью изображения с фронтальной камеры. Подводя итоги, скажем так. Galaxy S7 однозначно крутой девайс. В нем компания подшлифовала все косяки и в очередной раз прокачала железо. Единственное, что меня в нем разочаровало, не самый серьезный видеоускоритель, который не позволяет назвать это устройство настоящим геймерским гаджетом. В остальном, перед нами очередной крутой флагман от корейцев, который смело можно рекомендовать к покупке всем и каждому. Особенно, если 750 долларов для вас вполне подъемный бюджет. Редакция Firm.com выражает огромную благодарность интернет-магазину Galaxy Store.com.ua за предоставленное на тестирование устройство. Линк на продукт в описании. А на этом у нас все. С вами были Сергей Шихайлов и проект Firm.com. Мы ждем ваших пальцев вверх и подписок на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok